друзья мои дорогие всем добрый день давайте с вами сегодня поговорим про завуалированные отказы то есть нет которое вам пока не озвучили нет который по каким-то причинам вам пока прямо в открытую человек не готов сказать разные причины бывают кто-то боится отношения испортить кто-то хочет в любом случае остаться ну таким вот хорошим идеальным в этой ситуации у кого-то на вас какие-то планы и человек хочет вас в своих интересах каким-то образом попользовать но понимает что если сейчас вам откажет то вы также и потом не будете добры не будете расположены кто-то вообще побаивается вот какие-то знаете такие четкие конкретные однозначные ответы давать и вообще эта тема с завуалированными отказами она такая неоднозначная ведь вопрос а на каком берегу сейчас мы находимся но и мы периодически оказываемся в таких же ситуациях когда ну вот в лоб вот так вот не скажешь потому что тебе работать с этим человеком или потому что ты сейчас эмоционально просто вот не вынесешь какой-то не самой приятной реакции этого человека и когда ты знаешь на одной стороне находишься ты можешь оправдывать свое вот это поведение когда с тобой так себя ведут ну тут уже другая реакция как говорится а мы других людей судим по поступкам а себя судим по намерениям поэтому здесь знаете как здесь как и в теме манипуляций но нет какого-то такого знаете однозначного вердикта можно или нельзя той или иной степени там например люди друг друга эмоционально раскачивают или люди пытаются выстраивать такую коммуникацию чтобы уж явно на конфликт не пойти поэтому вот эти вот методы скажем так завуалированного отказа их нужно держать в голове их нужно понимать например ситуации когда вас кто-то держит в подвешенном состоянии ли вы например склонны слишком доверять человеку вы склонны лучший сценарий придумывать и верить в этот лучший сценарий а человек в общем-то ведет себя иначе вот для таких ситуаций хорошо помнить про вот эти завуалированные отказы а в принципе если вы взаимодействуете с такими знаете скользкими людьми людьми которые вас в подвешенном состоянии держат людьми ненадежными да и да и просто если вы так или иначе совершенствуете свои коммуникативные навыки но и для себя тоже полезно это знать это понимать и так завуалированный отказ нет который вам не озвучили какие типы завуалированных отказов бывают на отказ 1 очень тип 1 отказов очень распространенный это длительная отсрочка когда человек на долгий срок откладывает выполнение какой-либо работы какой-либо просьбы понимаете есть большая разница я тебе до 17 ноября вышлю скорректированный договор это одно или ой ну не знаю но мне надо подумать давай вот зима начнется лето начнется мы это обсудим разные бывают ситуации деловые личные и когда человек вот откладывает вот до после дождичка в четверг вот до какой-то такой стадии или когда ой как-нибудь вот как только так сразу ну конечно же здесь речь о том что человек либо рассчитывать на то что вы забудете вы постесняетесь по новой спросить у вас что такое случится и вы сами уже как-то это все порешаете ну или обстоятельства сложится таким образом то есть вот такая вот отсрочка частый очень тип отказов другой тип скрытого отказа это когда человек берет время подумать но здесь тоже есть определенные нюансы от понимаете насколько конкретно и о чем он думает в продажах очень много в технологиях продаж очень много таких методов это ведь одно из самых частых возражений мне надо подумать и как дожимают продажники вы наверно с этим сталкивались какая информация еще сейчас вам нужна или до какого срока вы подумаете ли возможно вы одно с другим будете сравнивать и я сейчас могу вам помочь одно с другим сравнить то есть о чем конкретно будете думать понятно что здесь все на грани это очень часто уже скажем так грань вот этих жестких продаж до давливания тут есть нюансы далеко не все из этого экологично по-разному человек может думать понимаете одно дело человек вам говорит слушай мне надо подумать мне надо посчитать свой бюджет и понять поставят или не поставят мне на среду в график тренинг вот я тебе до среды уже точный ответ дам тут хотя бы понятно человек о чем думает по каким критериям или я понимаю плюсы-минусы наши с тобой совместной поездки но мне надо оценить насколько там да например мой начальник пусть не пусть меня в этот отпуск мне надо подумать мне надо взвесить там свои какие-то нюансы хотя бы хоть понятно человек о чем будет думать совсем другое дело я подумаю да да я подумаю хорошо я отпишусь мы вам позвоним вот это вот нужно понимаете о чем речь следующий тип завуалированного отказа очень хитрый это неопределенный ответ он опасным потому что это скрытый саботаж по сути когда человек вам говорит давай ну или там человек вам говорит и смотря кто отказывает вы человеку говорить давай туда-то с тобой сходим или давай туда-то поедем или пришли мне вот это мы с тобой поделаем вот это а человек вам говорит да в общем можно да да надо бы да неплохо да это важно понимаете чего вы опять же вопрос как вы это воспримете действительно очень много потом ущерба можно определенного себе нанести если вот этот ответ воспринять как согласие вы можете купить билеты на двоих вы можете отменить другие какие-то планы а человеком потом скажут ну я тебе ничего не обещал я просто рассуждал или я сам до конца не знал понимаете вот в чем она вот эта вот особенность то есть это это действительно очень опасный токсичный тип отказа другой тип скрытого отказа переадресация ну или простыми словами перевод стрелок то есть человек вроде вам и нет не сказала говорит обратись к лене она настоящий эксперт по тендерам или слушай спроси лучше у теть люды они вот взять петь и вот в тот отель ездили ой они тебе все расскажут да то есть ну 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 уж понимаете то есть вы вроде бы вам показали более верный путь но время на вас не готовы тратить следующий хитрый тип отказа это бесконечное уточнение информации когда вас берут измором здесь очень тоже тонкая грань действительно с одной стороны человек имеет право знать а в чем он или она будет вам помогать или в какой такой проект вы человека ведете ли там что еще такого вы предлагаете но ведь очень часто как раз вот это вот бесконечное уточнение используется знаете как как вот такая вот штука когда это абсолютно бесполезно уточнение информации ну вы просто говорите слушай давай там так то так то с тобой проведем время или мне нужно вот такая то вот сумма там например нужно человек она что тебе а зачем тебе а что там точно будет а ты погоду смотрел а что еще а зачем насколько это вообще в контексте тоже тут есть а скажем так не некие попытки уйти от темы просто тянуть время просто вас за пучи за замучить измором каким-то взять чтобы вы устали отказались другая скажем так форма скрытого отказа когда человек вас начинает от этого отговаривать о вы говорите давай туда-то туда-то или вот у меня к тебе такая-то просьба зачем тебе эта машина не надо туда идти там знаешь какая ужасная кухня и так далее понимаете то есть вы же не спросили идти мне туда или не идти покупать мне эту машину или не покупать еще тип скрытого отказа это знаете такая забывчивость коварный очень тип отказа это тоже формат саботажа то есть когда человек хорошо 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 ой забыл ой из головы вылетела ой замотался ой в последний момент меня там туда дернули и прочее прочее чек правда может быть забыть забывчиво загнавшимся и не в приоритете держать вашу просьбу но если это уже не раз и не два и вы понимаете что у человека ну не график премьер-министра у человека не миллион чатов там не знаю миллион каких-то там сделок и прочее прочее он правда разрывается а очень такое ограниченное количество информации в его или ее поле зрения то конечно же это да это осознанный формат и еще более жесткие случаи бывают когда человек просто пропадают пропадает гасится отмалчивается не берет трубки потом через какое-то время может трубки взять что там вам такое сказать из разряда ой приболел а учет проблем накатилась в депрессии был конечно человек правда мог приболеть мог быть депрессии но нередко к сожалению вот такие вот формы просто по сути отмораживание увиливания бывают и никуда от этого не денешься да помните про то что такое бывает не нам судить можно не можно это использовать но когда скажем так мы понимаем что что-то зависит от этого человека мы не должны переоценивать роль и вклад этого человека в нашей жизни все-таки когда вот таким образом вам то ли отказали то ли не отказали высока степень вероятности что вам не дадут то чего вы просите поэтому не подставляйтесь берегите себя друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога или как коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч до скорых волнующих встреч